Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас обалденная запеканка маминого приготовления. Здесь у нас гранат такой сладкий просто. Мама купила килограмм, потом мы попробовали эти гранаты. Я маме говорю, в срочном порядке покупаем еще мешок. Я могу вообще очень много гранатов кушать. Я очень люблю гранат, он тем более очень полезный. Особенно, если гранат сладкий. Также здесь у нас морковка по-корейски. Приготовили мы ее сами. Рецепт вам обязательно оставлю внизу, переходите. Здесь у нас пастила, брокколи и, конечно же, фанта, моя любимая. Не знаю даже, с чего начать это видео, потому что это видео из прошлого. То есть это видео я снимаю, а выложу его ровно через полтора месяца. Это достаточно большой период, на самом деле. Но дело в том, что в конце ноября приезжает моя двоюродная сестра Дианочка. И мне нужно снять контент и оставить минимум где-то 10 видео. Нужно отснять и оставить просто. Я, конечно, понимаю, что, во-первых, нет смысла врать. Врать в том плане, что, например, начинать видео и говорить «Вот сегодня приехала Диана». Хотя это видео я снимала, например, месяц назад. Просто я хочу это время посвятить чисто ей. И, возможно, мы будем что-то снимать, но снимать будем вместе. Будут совместные видео. Или просто будем проводить интересное время. Очень вкусная запеканка. Здесь прям сыр так тянется, горячая. Морковка получилась очень вкусно. Намного выгоднее ее готовить в домашних условиях. По нашему рецепту получается просто супер. Просто не отличишь от покупной. В общем, когда приедет Диана, скорее всего, она уже приехала. Если вы видите это видео, скорее всего, мы с ней проводим интересное время. Поэтому я вам настоятельно советую подписаться на мой инстаграм. Потому что там будет все выходить моментально. В режиме реального времени. Потому что в ютюбе надо видео снять, смонтировать, загрузить и так далее. Это очень долго. Я, в свою очередь, сейчас очень надеюсь, что не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств. Мало или что. Поэтому мы держим кулачки. Надеемся, что она все-таки приедет. Давненько я ее не видела. Хотя мы постоянно с ней общаемся. По ватсапу, в инстаграме. Там, не знаю, даже созваниваемся. Постоянно голосовые сообщения друг к другу. Особенно по ночам, когда скучно. Я сижу, угораю с ней. Сюда очень в тему пастила. Прям добавляется такая кислинка. Все сейчас болеют. Такой период. Резко стало холодно. У нас на улице сегодня 14 градусов. Не прям очень холодно. Но люди, которые вышли из лета, резко такой холод. И организм как бы не привык. И все болеют. Я хотела обратно пойти в спортзал. Купить абонемент. Пошла туда. Оказывается, они теперь перешли на зимнее время. И теперь работают на час меньше. Это, конечно, плохо. Мне, конечно, нужен только повод, чтобы не ходить в спортзал. Повод я нашла. Собрала манатки. Пришла домой. Думаю, есть. Класс. Получилось. Не, на самом деле я шучу. Просто я так раскинула мозгами. Впереди зима. Дни будут короче. При искусственном освещении я не люблю снимать. Я люблю именно при дневном. А сегодня даже время, например, 12. И даже солнышко не выглядывает. Такие серые тучи. Понятное дело, картинка получится не очень. Но с ринглайтом еще хуже получается. Перца как-то много мамы добавила. Хотя кому как. Мой, например, друг детства столько васаби съел. Я была в шоке просто. На следующий день я ему написала. И говорит, вообще там жив. Он говорит, да, что со мной должно было произойти. Просто столько васаби. Есть такие люди, которые реально так любят острое. Но я не отношусь к ним. Я вообще не люблю острое. Даже то, что для других не острое, для меня это очень острое. У каждого, конечно, свой порог остроты. Но я не люблю такое. Может, не привыкла просто. Вообще, с возрастом, не знаю, некоторые вкусы прям так меняются. Например, раньше мне очень нравилась алча. Я прям обожала ее. Мы даже с подружками снимали челленджи. У меня на канале есть видео. И вот, наверное, в последних челленджах я просто переела эту алчу. Сейчас я на нее просто не могу смотреть. Это был мой самый любимый фрукт. Даже в деревне я попросила папу посадить 4 дерева алча. Потому что я задралась ее покупать. И я, видимо, на видео ее переела. И вот когда я кушала, у меня нет никакой реакции, по идее. Просто мне ее не хочется. Когда я ее вижу, у меня прям мурашки по телу. Еще я раньше не любила болгарский перец. А сейчас просто его обожаю. Запеканка, конечно, зачетная. Мама спросила, что будем готовить. Пока я сегодня снимала бумажное видео, мама готовила. Я говорю, маме, давай котлеты и пюре. И мама даже мне сказала, ну котлеты и пюре сто раз были. Давай что-то другое. Я говорю, а что другое? Она говорит, иди снимай видео, я сама сейчас что-то придумаю. Я думала, интересно, что же она там придумает. Сейчас пару видео на моем бумажном канале просто взлетели, и у меня появилось невероятное вдохновение, просто невероятное желание снимать. Снимать как можно больше туда. Плюс, опять же, когда приедет моя южная сестра, на бумажном канале тоже должно выходить видео. А как они будут выходить, если я не буду успевать делать коллекции. Поэтому сейчас у меня на канале выходит очень мало видео. Я очень много работаю. Работаю на запас. Вообще, зимой мне особо гулять не хочется. Но у Диана отпуск выпал именно на зиму. Но я думаю, ничего страшного. Я так угорал с нее. Он такая говорит, я все поняла. Я еду в шортах. Прикиньте, в шортах. Я говорю, Дианчик, у нас не настолько жарко. Какие шорты? Я говорю, хотя бы шапку возьми. А то ветер дует. Мы просто с этой сестрой росли вместе. Мы очень хорошо друг друга знаем. Было бы, конечно, круто, если бы она жила близко. Так же, как Джибраил. Постоянно ходили бы друг к другу в кости, общались бы. Я прям доела корейскую морковку. Мне так жалко моего котам. В том плане, что при я сняла мукбанг, встала, например, там пошла в другую комнату. Сразу прибегает Твиксик. И начинает нюхать, что же он может поесть. Ему просто надоело кушать одно и то же. Врач говорит, в обязательном порядке нужно соблюдать диету. Обязательно. Но я понимаю, животное тоже. Ему надоело кушать одно и то же. Он хочет разное. Он у нас очень любит оливки. Очень любит креветки. И он чувствует запах. Сегодня, например, мукбанг с креветками. А ему не дают. Такие у дела. Не могу найти хорошую кислую пастилу. Вроде на них на всех написано, что они кислые. Они кислые. Но не прям то, что мне нравится. Это я, видимо, в деда. Дед обожал все кислое. И делал даже такую кислую пасту. А потом эту пасту всю зиму использовал. Абсолютно совсем. Например, кушает пельмешки. Чуть-чуть сверху этой кислой пасты. Наверное, скорее всего, видимо, спроса на такую кислятину нет. Поэтому в магазинах тоже продают пастилу вот такую вот сладкую. Хотя эту пастилу можно и самим приготовить. Купить фрукты, измельчить, высушить. Просто получится ли так измельчить? Вот в чем вопрос. Некоторые вещи, я вижу, проще просто купить. Если у вас, например, маленькая семья, смысл готовить эти булочки, выпечку и так далее. А потом еще два дня доедать это все. Пошел в магаз, купил себе это все. Сразу же горячее сел. И все. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Пока.